Так называемая банда Потапова, по версии следствия, орудовала в регионе с декабря 2014 года. Ее основатель Максим Потапов создал преступную группу, едва освободившись из колонии. За сообщниками далеко ходить не стал и привлек бывших заключенных. Банда просуществовала всего год, работала по заказу. Преступников задержали во время очередного разбоя. Первыми за решетку отправились лидеры, а все за ними и остальные. Чтобы ваши близкие страны... Слышали? Я сейчас... Вы разобьете пашку, придурок. Слышь, ты понимаешь, выключи. Так подсудимые реагируют на только что вынесенный обвинительный приговор. Главарь банды Максим Потапов осужден на 9 лет в ноябре прошлого года. В тюрьме и трое его подельников. Сегодня судят тех, кто только исполнял заказы. Мишенью разбойников были предприниматели, с которыми хотели свести счеты их конкуренты. В деле шестеро потерпевших, но их может быть гораздо больше. Поджигали автомобили, избивали. Ну все за определенную плату. Стреляли. Людей наносили телесные повреждения с помощью оружия. И последние преступления 2 сентября 2015 года они совершили разбойное нападение на Сарафанову. На автотрассе Урал-М5 между Самарой и Тольятти. На Стольятти перевозила определенную сумму денег. Они на нее напали. Прострелили ей ногу. Ну и в результате завладели крупной суммой денег. После этого случая и начал распутываться преступный клубок. Оказалось, что кроме разбоя было и убийство. От рук бандитов погиб их же сообщник. Тот, кто мог его убить, сейчас в розыске. В ожидании приговора подсудимые пребывают в бодром расположении духа и пытаются общаться с теми, кто по ту сторону решетки. Один просит перерыв по состоянию здоровья. Правда, замечая журналистов, чувствует неожиданный прилив сил. Не, пожалуйста, я очень вас прошу, прям секунду. Виновными суд признал всех. Двое получили условный срок. Остальные от пяти до восьми лет лишения свободы. Того, кто еще полчаса назад пытался разбить журналистам камеру, берут под стражу в зале суда. Мужчина, который уже был судим, видимо, ожидал такого исхода. На оглашение приговора он пришел с большой сумкой. Но далеко не все обвиняемые готовы смириться со своей участью. Слишком суровым наказание сочли адвокаты. Возможно, приговор будет обжалован. У нас окончательное наказание назначено в виде семи лет лишения свободы. Мы не согласны с квалификацией его действий. Орган предварительного следствия считает, что он совершал разбойное нападение. Однако доказательств этому нет. По дальнейшему обжалованию планируем обсудить позицию со своим доверителем. И уже будем решать, подавать апелляционную жалобу или нет. Также суд постановил взыскать с троих обвиняемых в общей сложности почти полтора миллиона рублей. Но это не предел. За потерпевшими остается право потребовать со своих обидчиков компенсацию морального вреда. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Алина Чемерис, Константин Головин.